Когда-нибудь в Азербайджане еще будут такие честные руководители. Человеческие качества одного из основателей Азербайджанской демократической республики Насип Беку Суббекова лучше всего характеризует письмо его отца, которое было написано в момент его нахождения на посту премьер-министра республики. Еще с молодости Насип Беку Суббеков принимал активно участие в деятельности действовавших в Гиндже благотворительных и просветительских организаций, жертвуя на эти цели значительную часть своей зарплаты. И это несмотря на то, что он сам нередко сталкивался с серьезными материальными проблемами. После обретения независимости Азербайджаном, занимая высокие государственные посты, Насип Беку Суббеков продолжал свою благотворительную деятельность. И по собственному признанию, зачастую даже чувствовал моральный дискомфорт от того, что его зарплата не позволяла ему выделять на благотворительные цели достаточно средств. При этом, несмотря на данные отцу обещания, даже занимая пост премьер-министра страны, он никак не мог накопить средств, необходимых для ремонта собственной дачи вблизи родной Гинджи. Поэтому вынужден был обратиться к отцу, чтобы тот на свои деньги хотя бы загородил камышом дачный участок. В ответ получил письмо отца следующего содержания «Дорогой сыночек, я долго терпел, но наконец-то выскажусь. Нуждаясь, залезая в долги, я смог дать тебе хорошее образование. Завершив учебу, ты вернулся домой и стал начальником городского управления по правианту. Опять я заботился о тебе. От меня ты требовал только денег. Потом ты стал министром просвещения Сейма в Тифлисе. Твоей зарплаты снова не хватало. Несколько раз просил денег, и я отправлял. Затем вы провозгласили независимость Азербайджана, и ты стал министром просвещения нашей республики. Работал в столице, Баку. Снова твоя зарплата не покрывала твои расходы. Просил денег, и я всегда отправлял. Продал часть принадлежавшей мне земли. Сегодня ты премьер-министр, руководитель государства. Неужели и сейчас камыш для забора твоей дачи я должен купить? Вопрос на засыпку, когда-нибудь в Азербайджане еще будут такие честные руководители? Продолжение следует...